Приветствую вас. В этот раз расскажу вам о приемнике Малахит. Что это такое? Во-первых, это переносной малогабаритный приемник с автономным питанием, работающий в диапазоне частот от 50 кГц до 250 МГц и от 400 МГц до 2 ГГц. Во-вторых, это приемник, сделанный по SDR технологии, но SDR не прямой оцифровки, а с одним преобразованием вниз с нулевой ПЧ и частотой оцифровки 160 кГц. В-третьих, это приемник, разработанный, созданный радиолюбителями. Эти радиолюбители продают его в виде вот такого вот готового изделия, но также можно его собрать самостоятельно. Схема распространяется в открытом виде, также можно скачать бесплатно прошивку и активировать потом эту прошивку тоже бесплатно, если вы собрали этот приемник исключительно для себя. Изготавливается он в прямоугольном металлическом корпусе, состоящем из двух половинок закрытых с торцов двумя также металлическими заглушками. На корпусе есть две ручки управления, которые работают также как кнопки. И на боковой стенке есть еще кнопка включения и выключения питания. Основное все управление приемником происходит с помощью цветного жидкокристаллического дисплея, выполняющего функцию тачскрин. На задней стенке есть встроенный громкоговоритель. Конечно же на дисплее отображается спектрограмма и водопад. Максимальная ширина полосы обзора 160 кГц. Включается также полоса 80 и 40 кГц. Соотношение размеров на экране спектрограммы и водопада тоже настраивается. Естественно приемник принимает во всех основных видах модуляции и есть плавная регулировка полосы пропускания. Интересно, на чем же сделан приемник, работающий в таком широком диапазоне частот? Как выполнен синтезатор на весь диапазон частот? Есть ли раздельные смесители для КВ, для УКВ? Ведь задача не очень простая сделать приемник, работающий практически от 0 до 2 ГГц, да еще и такой малогабаритный с батарейным питанием. А сделан он всего на трех основных компонентах. Первая это микросхема тюнера MSI-001. Микросхема предназначена для установки в бытовую технику, в приемники, в телевизоры. Тот самый тюнер, который используется во всей линейке приемников SDR Play. Тюнер этот представляет из себя двухканальный смеситель для SDR приемника с выходами IEQ, синтезатор частоты, предварительные входные усилители, а также преобразователь вверх, то есть конвертер для приема кратковолнового диапазона. Применив такую микросхему, разработчики достигли того, что приемник получился малогабаритный, легкий и недорогой, так как схема его содержит мало элементов, нет каких-то сложных синтезаторов частоты на разные диапазоны, сложных смесителей высокодинамичных и так далее. Все это расположено в одной микросхеме, предназначенной для бытовых приемников, но и характеристики соответственно этого приемника получились тоже не очень высокие, как минимум динамический диапазон. Второй важный компонент архитектуры этого приемника это микросхемы кодеков. Микросхема, содержащая в себе два АЦП, два цифроаналоговых преобразователя, маломощный усилитель низкой частоты для громкоговорителя и интерфейс управления. Предназначенная эта микросхема, конечно же, тоже для бытовой техники, но в данном случае ничего плохого в этом нет. И третий, очень важный элемент архитектуры этого приемника это микропроцессор STM32. Он помимо того, что естественно управляет работой всей схемы приемника, реализует пользовательский интерфейс на цветном экране, но еще и выполняет естественно функцию фильтрации и обработки сигнала. Вот такая несложная архитектура приемника. Конечно, кроме этого есть еще множество менее значительных элементов, например, аттенюатор, предусилитель, диапазонные фильтры, повторитель на полевом транзисторе с высоким входным сопротивлением для работы на антенну телескопа. Питается этот приемник от одного литиевого аккумулятора в размере 18650. Потребление в режиме покоя, то есть когда приемник включен, минимальная громкость около 300 мА. При максимальной громкости потребление возрастает и доходит до 0,5 А. Для экономии аккумулятора возможно отключение подсветки и дисплея вообще, при этом потребляемый ток уменьшается примерно на 70 мА. РК-4ПТ, здравствуйте. Спасибо большое, Геннадий. 9 баллов слышу вас прекрасно. Анатолий в Новосибирске. Геннадий в Новосибирске. Второй день, с момента первой, вакцины будем провести... 9, зайки вопросов, прозвучит еще приемник. На корпусе приемника есть разъем 3,5 мм для подключения наушников. При подключении к этому разъему громкоговорителя звучит он очень тихо. Также есть разъем microUSB для зарядки аккумулятора, для заливки прошивки в приемник и для управления им по CAT-интерфейсу. Антенный разъем SMA MAMA находится на верхней части корпуса приемника, и в комплекте с ним дается небольшая телескопическая антенна. Антенный вход приемника может работать в двух режимах. Обычный низкоомный режим предназначен для подключения полноразмерных кратковолновых антенн с помощью коаксиального кабеля или УКВ антенн, или для приема УКВ сигналов на короткую телескопическую антенну. И второй режим это высокоомный режим, предназначен для приема кратковолновых, длинноволновых, средневолновых сигналов на короткую антенну, например на штатный телескоп. В этом режиме на входе приемника включается дополнительный каскад, это повторитель на полевом транзисторе, имеющий высокое входное сопротивление, но коэффициент усиления по напряжению равный единице. Включается этот повторитель в цепь антенны с помощью реле. При работе приемника на дисплее отображается 6 кнопок, при нажатии на которые открываются диалоги управления приемником. Первая кнопка Hard, это диалог управления аппаратной частью приемника, включение и отключение предусилителя, аттенюатора, регулировка усиления в микросхеме MSI001 и т.п. Вторая кнопка Audio открывает диалог управления обработкой сигнала уже после оцифровки, то есть в программе. Здесь, например, регулируется полоса пропускания, режим работы ARU, включается шумоподавитель, эквалайзер и т.д. Диалог открывающийся по третьей кнопке Visual позволяет настроить отображение спектрограммы, водопада и просто работу дисплея. Конечно же есть еще две кнопки выбора режима модуляции и рабочего диапазона частот, и кнопка включения адаптивного шумоподавителя Noise Reduction. Интересно, в приемнике сделан выбор диапазона рабочих частот. По сути это не переключение диапазонов, а это ячейки памяти с записанными в них частотами из разных диапазонов. Ячейки эти организованы в пять банков. Каждую ячейку пользователь может перезаписать по своему усмотрению. Конечно же шаг перестройки по частоте выбирается пользователем. От 10 Гц до 100 кГц. Приемник помнит для каждого вида модуляции, однополосная, амплитудная, частотная, свой выбранный шаг. В радиовещательном КВ диапазоне 88-108 МГц приемник прекрасно принимает сигналы, есть декодирование стереосигнала. На спектрограмме, к сожалению, при максимальной полосе обзора 160 кГц больше чем одну станцию увидеть нельзя. Интересно, в приемнике реализован режим РДС с отображением спектр поднесущих, которые есть в вещательном сигнале. Вообще для любителей приема радиовещания есть режим ретро-шкала с сохраняемыми списками станций для разных городов. Динамический диапазон всей той части схемы приемника, которая находится до аналога цифровых преобразователей, очень невысокий. Особенно это касается микросхемы MSI-001. Поэтому, чтобы приемник работал с разными антеннами, и вот с такой вот низкоэффективной короткой штыревой антенной, и с различными полноразмерными коротковолновыми антеннами, или достаточно эффективными стационарными УКВ антеннами, есть множество регулировок и переключений в этом приемнике. Эти элементы управления такие. Отключаемый актенюатор с плавной регулировкой ослабления до 30 дБ. Отключаемый предусилитель с постоянным коэффициентом усиления около 14 дБ. Включение режима ослабления усиления предусилителей и конвертера вверх внутри микросхемы MSI-001. Также включение режима ослабления усиления основного смесителя в микросхеме MSI-001. И плавная регулировка усиления этой микросхемы вообще. Пользуясь этими элементами управления, можно добиться, чтобы приемник не перегружался, при работе именно на вашу антенну подстроиться под имеющуюся именно сейчас эфирную обстановку и уровни сигналов. УТР-6416, установить скорость, не повышать скорость, точка 76 для очередности. Не превышаем точку 76 для очередности УТР-6416. Маска л. в.636, мinte à l.390, direct до Добрый вечер. Давайте посмотрим, как выглядит перегрузка этого приемника при приеме вещательных кратковолновых радиостанций на антенну длинный луч. Это не резонансная антенна. Естественно предусилитель выключен и дальше я с помощью аттенюатора уберу эту перегрузку. КОНЕЦ Приемник Малахит может быть в двух вариантах исполнения с дополнительной платой и без нее. Дополнительная плата реализует три функции. На ней установлен повторитель на полевом транзисторе, с помощью которого реализуется режим высокого входного сопротивления антенного входа. На этой плате установлен регулируемый аттенюатор и на этой плате установлены четыре дополнительных диапазонных фильтра, которые разбивают самый нижний под диапазон от 0 до 12 МГц еще на 4 под диапазон. То есть без этой платы у нас не будет ни высокоомного входа, ни аттенюатора вообще. У этого приемника много еще различных возможностей и нюансов, и обо всех них конечно я не буду в этом видео рассказывать, иначе оно получится очень длинным и скучным. Сравнение его работы с другой какой-то техникой, я думаю, что заслуживает отдельных публикаций, поэтому здесь я его тоже проводить не буду. И мой рассказ о приемнике Малахит на этом закончен. Спасибо, что смотрели это видео. Здесь был Алексей Игонин, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Давайте напоследок послушаем еще эфир в разных участках диапазона с помощью этого приемника. «Одиннадцать» «67-11, едем вперед, без работы на хвосте». «Вперед». «Мистер-5, ВН-5, Билл, маршрут готов, поехали, работаем с сигналом, бессмотно». «Мистер-5, Билл, маршрут готов, поехали, работаем с сигналом, бессмотно». «Мистер-5, Билл, маршрут готов, поехали, работаем с сигналом, бессмотно». «Мистер-5, Билл, маршрут готов, поехали, работаем с сигналом, бессмотно». «Мистер-5, Билл, маршрут готов, поехали, работаем с сигналом, бессмотно». «Мистер-5, Билл, маршрут готов, поехали, работаем с сигналом, бессмотно». «Мистер-5, Билл, маршрут готов, поехали, работаем с сигналом, бессмотно». «Мистер-5, Билл, маршрут готов,升 в Оня в мире, работаем с сигналом, бессмотно».